да музей истории трактора чебоксар очень интересный ну как очень интересный немного интересный есть чем посмотреть старые модельки тракторов сейчас мы по ним пройдемся американский форт зон пахотный трактор ford motor company какой у нас год непонятно 24 33 года вот на таком пахали следующий экспозиции маккормик хорошие сохранил сохран хороший интересно бегает или нет вот он полный рост следующий маккормик диринг какой год тяговый класс 06 какой год непонятно чикаго чикаго по годам непонятно более продвинутая модель явно покрупнее по виду может даже завестись и поехать и следующий уже наши со стез с это за у нас кто сталинградский тракторный завод как и большой уже как тормочек служу повнушительней это видимо для съемных съемные эти можно устанавливать зацепа грунт зацепа интересная штука сиденье явно без заботы о трактористе джон дир это тот который видимо с маккормиком сотрудничал а потом стал свои трактора выпускать джон дир луи джон джон миллером луи уйтри ватерлоу сша 7,6 литра мощность двигателя 30 лошадей или 20 непонятно кто тоже так без особой заботы о трактористе он даже болт немножко неудачном месте уже есть лентяйка для руления как на газелях ставит следующее развитие джона диро 46 год марик вот 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 это да такая модификация колес я помню в этом в мультике было про не помню про кого в это в тачках было в тачках там они с этим пугали смотрим пугали их как она в роли коров эти джон и дир выступали они там пугали не переворачивались было такое тут странной модификации с колесами передними узкими джон дир значит это точно в тачках это было трактор универсал у 2 победа какой год до 30-х путиловец фарт зон непонятно какой год а 3 4 40 кировский завод и 44 55 владимирский грунтозацап тут знатный по асфальту на них не поездишь это за 3 там мало того там видел да вот эти жесткие сиденья железные еще и болт посередине торчит в самом все удачном месте это за 3 отечественные но тут уже крайне мере сиденье мягкое на пружине за счет рычага уже хорошо это за 3 классические беларусь это за 50 вот у нас вот классический беларусь синий трактор синий трактор едет едет по полям и по лугам что расскажет нам лтз т-40 универсальный архангельского борис архангельского липецкий тракторный завод еще один т-28 ташкентский тракторный завод но тут уже не очень интересно так становится а вот дт-20 то что я хотел увидеть живьем потому что его часть вот конкретно вот эту переднюю вот этот передний намордник вот этот вот этот весь валяется в сукеевских штольнях под казанью его там использовали для перевозки выработку как бы это того что добыли для вывоза вот такой трактор по сукеевским штольням ездил него сейчас там осталось только этот передняя морда теперь я его живьем увидел как он выглядит это 20 фиат 25 25 италия турин 50-х годах понятно гусечный лтз ну на первая модель видим маленький еще компактный румынский трактор универсал 445 в немножко кого-то американцам похож то чтобы с сиденьем так себе у них иди с болтом посередине как они работали так ездили непонятно а это у нас что а корыч макарыч 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 такой странный гусеничный один за другим в ряд т-38 это у нас какой дт-54 старенький обзор плохой подальше так т-74 харьков харьков казахстан дт-75 какой интересный высокий с коротким гусеницами так что у нас северный предпринимал участие полярных экспедиций на дрифующей станции северный полюс куда его доставили вертолетом о кишинев республика молодой а как они его заводили интерес на северном полюси ну и дт-75 самый большой понятно ну еще вот экспозиция на улице остатки тоже похоже дт-20 есть да это что у нас с это за 30 года выпуска музей истории трактора так и вот дт-20 похоже да либо предыдущий модель нет дт-20 точно то есть вот на таком да на таком тоже могли ездить все киевских штольных вывозить выработанный гипс и мрамор и владимирец вот тоже красивый владимирец неужели вот это можно было завести с ручника вот с этого тут я не понимаю может это было возможно уазик я пытался заводить иногда даже мог завести а вот дизельный трактор что-то я как-то это сомнение меня терзает что это возможно сильные были люди чувствовать что я могу сказать в общем это такой познавательный музей людям не имеющего технического склада сюда не рекомендую приезжать будет скучно те кто а мальчикам которые нравятся машинки приехать рекомендую детей тоже можно взять но возможно психологическая травма потому что там такое количество моделек разных тракторов ребенку захочется им поиграть а это невозможно осадочек на всю жизнь оставится сейчас покажу даже наверное попозже вот сеялки молотилки там он тоже сидел человек скорее всего женщины их сажали сюда и управляли а это плуг самая старая видимо модель плуга поднимали опускали два плуга все пристегивалось к трактору и работала вот детям будет интересно вот эти вот все машинки но от невозможности ими поиграть я думаю они будут очень сильно разочарованы потому что такое они увидели впервые очень все детализировано очень захочется помню в детстве еще советские времена где-то в москве в гуме увидел какой-то тоже радиоуправляемую большую модель трактора тогда очень хотел но советские времена очень эксклюзивная вещь стоила каких невероятных денег что-то там в пределах 200 рублей вот и на всю жизнь у меня это травма психологическая осталась от невозможности поиграть такой штучка которую хочешь она тебе недоступна что делать детская психика вот какие еще трактора прям очень детализированные и тут такого вон добра целый ряд в общем как я и сказал место интересное но для определенных людей кому-то понравится кому-то нет поэтому смотрите сами посещать или нет достаточно дешево 150 рублей вход приезжайте в Чебоксар